МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, коль скоро мы сегодня затронули тему жадности, вообще эгоизма, да, и предпринимательства, то, может быть, Виктор Алексеевич, я бы вас попросила, по-моему, это вы делали эксперимент в Башкирии, если я не ошибаюсь, с деньгами очень интересный, если бы вы могли пару слов сказать и о работе со студентами, о вот этой нравственно-моральной составляющей, которая меня просто потрясла на уровне ректора. И вот вопрос, собственно, про деньги, Башкирию и жадность человеческую. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, прежде всего, хочу поблагодарить Лоренса. Он затронул вопросы чрезвычайной важности, но проблема в том, что главное не только увидеть проблемы и не только перечислить их, а увидеть их взаимосвязь. Так вот, наш университет, девиз нашего университета, нам доверено заботиться о земле. И как-то не странно покажется, что на первом месте в образовательном процессе это формирование нравственности, мировоззрения, и именно формирование того, чего мы называем совестью. Потому что человек, работающий с природой, с животными, с растениями, он должен обладать принципиально иными свойствами, я ребятам это часто подчеркиваю. Вот, может быть, это покажется странным, но я вам могу сказать, что костяк нашего университета воспитан так, что в течение жизни наши ребята не сделают ни одного глотка алкоголя, ни одного глотка табака. Да, такое воспитание невыгодно для ВВП и невыгодно для корпораций, потому что на таких ребятах не заработаешь. Но, тем не менее, вот так у нас построен учебный процесс. Если же говорить о существе обсуждаемого вопроса, то здесь нужно понимать взаимосвязи между нравственностью и экономикой. И если мы в сфере экономики будем искать ответы на те вопросы, которые были поставлены, то никогда их не найдем. Дело в том, что человек формируется, есть такие, так называемые, эгрегориально-матричные схемы управления человечеством. Какой будет человек определяется той матрицей, которая формируется над ним от рождения. И управление идет вовсе не через экономику. Есть шесть управленческих приоритетов. Это у нас освещается в курсе, который не читается ни в одном из университетов. Курс называется «Достаточно общая теория управления». Так вот, шесть управленческих приоритетов, то, что и висит над любым человеком и над обществом, в порядке их убывания по мощности, перечислю, мировоззрение, дальше история, хронология, потом вот те самые СМИ и идеологии, потом идут мировые деньги, а потом уже алкоголь и табак, как инструменты глобального управления человечеством, и, наконец, военное оружие. Так вот, когда мы говорим о деньгах, то там тоже есть свои взаимосвязи. И вопрос там исключительно в нравственности. Если мы берем, скажем, библейские подходы и книгу второзакония, то там предоставление денег под процент, ну, просто прописано как инструмент, когда можно получить преимущество по отношению к окружающим. А вот, скажем, Коран, он, сура 2, яд 275, категорически запрещает предоставление денег под процент, как самый страшный грех. То есть это внеэкономические вопросы. И в сфере экономики они не решаются, это вопросы нравственности. Что касается вот Шеймуратова, о котором вы сказали, действительно, у нас договор с хозяйством Шеймуратова. Если говорить о проблемах российской экономики, которую, к сожалению, не понимает наша официальная экономическая наука, ну, такая классическая, так вот, весь вопрос упирается в кредитно-финансовую и денежную систему. Это судный процент и количество денег. Я вам не буду подробно рассказывать, но опыт проведен в строгом соответствии с известным экспериментом в австрийском городе Вергль, когда-то, который был потом заблокирован банковской системой. Выпущены товарные талоны, кстати, они здесь у меня на столе есть, я их могу продемонстрировать. И их проблема в том, что это беспроцентные деньги. Их невозможно накапливать, потому что здесь вот такая табличка, они ежемесячно что-то теряют в цене. То есть они применяются только как средство платежа. Так вот, я вам приведу только одну цифру. После выпуска этих товарных талонов, ну, эквивалента денег, потому что деньги это либо, это цифры, информация, или на бумажных носителях, или на электронных. Так вот, после выпуска этих внутренних денег, товарооборот в этом хозяйстве в течение двух лет вырос ровно в 12 раз. Вот таков потенциал неиспользуемый развития реального сектора экономики нашей страны на примере этого хозяйства. Так что я хотел бы подчеркнуть, что вопросы концептуального уровня значимости, они проработаны пока только в России. И пока эта подводная лодка еще не видна, но я хочу сказать, что очень серьезная кадровая база готовится, и практически из всех стран мира идут запросы вот именно к российскому интеллекту, и именно с нашей страной связывают будущее вообще цивилизации человеческой. Мы с вами должны помнить, Земля это космический корабль, и никакая наша прибыль не нужна, если этот космический корабль утратит системы собственного обеспечения. И поэтому вот книжечка, которую мы недавно выпустили, она называется «Глобальная трансформация. Русский проект». Вот я считаю за этим будущее. Спасибо. Продолжение следует...